Всем привет! С вами я, Сергей Малошенко, и мы сегодня будем играть в FIFA Ultimate Team. В принципе, неплохая команда с Шейлонгом, Эриксоном. Честно скажу, много не выигрываю, потому что пытаюсь брать проверенную гвардию, пытаюсь понять, потому что на Xbox One и на Xbox 360, честно скажу, игры совершенно по-другому себя ведут. Вот физика совершенно другая, физика мяча, игроки. Ну и, грубо говоря, ты уже привык к скриптам, которые есть в FIFA 15 на Xbox 360, а тут немножко по-другому. То есть, изменили все-таки игру, худо-бедно, но изменили. Так, соперники пока с нами не хотят играть. Думаю, в принципе, сегодня вам ничего нового не покажу. То есть, Шейлонг, Дембели, Лолана, Сандро, Чемберленд, Эриксон слева, Гибс, Влар, Дебюши в центре защиты, Джонс и Круль, Тим Круль. Ну, такая, знаете, достаточно интересная команда, ну и для меня уже это значит, вот лично для меня это уже обыденно, так сказать. Задержка есть у игрока, я думаю, не будем с таким сравнивать, потому что, честно скажу, давно не записывал видео, именно вот появился Xbox 300, ой, One, но я не записывал видео, потому что действительно очень плохо, пока для меня вот это привыкание. Мне нужно пару игр, чтобы понять, потому я не стал их записывать, проигрываю, пока проигрываю. Ну, ну, как говорится, стараемся, пробуем что-то новое, схемы, то есть здесь уже схема с тремя защитниками, ну, не такая. Это что такое? Куда я зашел? Обалдеть. Посмотрите, что есть. Играть на фланге. Охереть. Играть на коротки. Охереть. Посмотрите, я такого даже не знал. Здесь можно просто... Здесь можно просто заставлять их куда-то бежать. Обалдеть. Я этого не знал. Играть на коротки. Да, уже для меня что-то стало. Держать позицию свободно. Но это, я думаю, опорнику оставлю своему. Чтобы он у меня оставался сзади. Фланги. Сбалансировано. А вратарю что-нибудь можно дать? Вау. Охереть. Я даже не знал, что тут такое есть. Задача называется. Вы спрятали. Ну, давайте попробуем. По идее, мы будем сейчас играть широко. Фланговые. Плюс, ну, защитники такие, знаете, у нас будут не совсем бегущие вперед. Ну, посмотрим. Не знал, что здесь есть такое. В 360-м я никогда такое не замечал. Форма, посмотрите, какая-то пожеванная у него. Ну, давай, если хочешь, попробуй в пожеванной сыграть. Так. Здесь я понял, что нужно тактику менять. Потому что, если ты поставишь не ту тактику, они не будут прессинговать. Либо очень глубоко будут садиться. Тут столько мелочей стало, которых... Маджуки, Чбака, Эль Шарави, Видаль, Маркизио и Барбо. Монтое, Кастан, Жезус, Евра и Ханданович. Неплохой состав, в принципе. Я даже сказал, здоровский. Ювентус в центре поля. В обороне у него два быстрых бразильца. Я думаю, не будем сейчас расстраиваться. Главное попытаться играть, как я умею. А дальше все пойдет. Поехали. Думаю, задача на этот матч. Контроль. Контроль. И еще раз контроль. Через контроль придет все. Но пока мы даже первую передачу-то не смогли... Эриксон. Хорошо вошел. Но подкат я не стал сейчас делать, рисковать. Не дай бог сзади бы срубанул. Его еще красную бы дало сразу. О, спасибо. 1-0. 1-0. Шейлонг. Отличное завершение атаки. Впервые я, наверное, в этой FIFA наказываю за ошибку. Ну да ладно. Давайте посмотрим еще один. Ну что вам скажу. Гол так гол. Пускай смотрит. Знаете, сколько я насмотрел с повторов? Ребят, вы бы видели. Как говорится, пускай своя ошибка припекает. Потому что, я говорю, я с такими индивидуами играл, что просто жесть. Я повторы, наверное... Ну не знаю, зачем они так сделали. То есть, ладно, там раньше один повтор бесил. Сейчас их сделали три. Плюс пока игроки возвращаются. Плюс... Этот, как его... Самого игрока еще раз пять покажут. Ну не знаю, для чего это все сделано. Действительно игроков это... Да, отлично мы разыграли. Гебеши! Отлично мы разыграли. Отлично выбрал позицию. Все отлично прям. Чемберленд. Сандро. Так, попробуем пошире. Эриксон. Это было понятно, что так будет делать. Но нам кое-что везет. Вот у него играет Бака, именно центр форварда. Я вам скажу честно, Бака, как центр форвард, он не быстрый. Так бы он, наверное, от двух... Что-то мне Джонсон пока не нравится. У него пока одни потери. Пока у него одни потери. Ну посмотрим. Дебеши. Может, его стоило бы поставить. Жесть. Передачами просто у нас... Повезло. Опять офсайт. Очень ужасно, пока мы с пасами играем. Я не знаю. Пусть это вы что, прикалываете, что ли? Да, забили голы. И 15 минут мы просто отдаем сопернику. Причем так вот, знаете... Держи в подарок, называется. Спешим, что ли. Давайте поспокойнее. И, как говорится, нужно как можно чаще... Да что ж ты будешь делать? Меньше ошибаться. Охереть. Просто триндец. Это даже не подача. Это парашют, который и вратарь должен был выходить, и защитники брать. У меня вратарь. Я думаю, мы раз пять увидим этот повтор, так как мы его смотрели. Ну, ладно. Обидный пропустил. Что у меня делал защитник? Оборона, конечно, у нас играет не лучшим. Ну и круль. Посмотрите. Ну, такое разве... Вратари, конечно, здесь... Я не знаю, так всегда вратари играли в ФИФЕ. Или вот только сейчас я стал обращать внимание на вот эти вот... Даже не казусы. Я не знаю, как это называется. Это... Какая-то... Ну, в него бьют. Ну, вот как он такое пропускает? Типа реализм очень близко к вратарю. Нет, получилось прорваться. Да, подкатами здесь нужно еще работать, мне кажется. Ай, я не попал, Шейлон. Шейлон классно открывается, на самом деле. Не знаю, это задумка у меня так... Ну, как я его заставил так открываться? Или он сам такой? Но хорошо работает. То есть постоянно выходит на свободное пространство. Ёп, я не переключился. Что-то с пасами мне не нравится. Как-то они вот слишком слабо, может, я нажимаю. Разрывы у меня большие, на самом деле. Между защитой и полу. Также еще я считаю, что все-таки камера не идеальна. Вот кому он сейчас сделал передачу? Сделал ближнему. Ну, я не знаю. Что-то тут в этой фифе намудрили. По крайней мере, по сравнению с... Ну, вот с Xbox 360, если брать. Куда они меня отдают? Я не понимаю. Хотя я сказал, чтобы он не возвращался. Он все равно, смотрите, бежит. Ну, не знаю, не знаю. Пока такая игра вязкая-вязкая, я бы сказал. Вот кому мне давать? Смотрите, просто неточная передача за неточной. Ты уже на фланг не можешь отдать, блядь. Ну, давай. Побежал Эриксон. Элолана. И все равно не отнял. Знал, что тут... О, йо! Зачем-то убежал. Ну, плохо, плохо. Играем в обороне. Видать, вот в чем минус. Почему я стал проигрывать. Здесь по-другому сделали именно вот саму оборону. Ну, как защищаться. И вот у меня не получается это. Посмотрите, что у меня с пасами. Нажимал вообще другому человеку. В центр нажимал на Сандра. А он отдал... Я даже не знаю, что творится пока со мной. Может, я так плохо стал играть. Поср... Пиздец. Еще и штангу мне не хватало. Все, чем... Все, чем... Пиздец. Это сделал замах? Ну, Шей Лонг, в принципе, это их прессингует неплохо. Единственное, он неплохо выходит из-под прессинга. Но пасы... Действительно, вот что-то с пасами... Посмотрите, я же даю... Ну, явно не туда. Здесь все в недодаче. Все абсолютно. Паса в ноги, ни одного нету. Смотрите, опять недодачу. Вообще не туда, куда даю. Ну, что такое с ними? Ну, сейчас будет опасная контратака. Я думаю, под себя будет... Нет, он опять делает навес. Ну, навесы здесь правят. Я только уже смотрел. И... Игр уже против меня было. Что действительно, навесы здесь это... Даже на Xbox 360, ну, они, я думал, ну, не настолько они там, как говорится, решают. Ну, они действительно решают исход матча зеленовесами. Контроль ужасно пока. Вообще просто нет контроля мяча. Все куда-то в недодачу. Все как-то... Я не знаю, как их заставить играть нормально. Ну, невозможно быть такое, что в 360-м я играл вроде неплохо. А здесь прям, ну, все. Здесь у меня прям тихий ужас. Барба. Зря я делал подкат, потому что здесь уже было понятно, что если он выбьет, то он выбьет на угловой, а угловые... Я говорю еще раз, навесы здесь... Так, ну, а теперь побежали. Ну, давай, 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 давай. Ой, Шейлонг. Ну, добежали до углового. На самом деле некому было простреливать. Только почему? Потому что я бежал таким Шейлонгом. Дебюши. Ну, давай. Тут куча всяких новостроек, тактик стало там. Ну, куча всяких фигни стали. Я не знаю. Лучше, хуже стало. Может, я просто, ну, не привык к такой игре. Блядь, пиздец. Вот пасы, это вообще для меня отдельная тема. Сандро. 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 Не знаю, будет ли это защитно. Может быть, да, может быть, нет. Но, по сути, это просто полу. Ну, решай. Красавчики. Наказали второй раз за ошибку парня. В этот раз Эриксон. Ну, здесь классно сыграл. Я только не умею. Кто-то вроде Чемберленд. Он отнял мяч. Сандро сразу же сделал передачу. И, ну, извините, выход один на один. Чтоб он не забил. Ну, ладно. В принципе, вышли вперед. Как мы выиграем эту игру, я не знаю. Мне как-то странно здесь стало. То ли отбор. Ну, я не знаю даже, как объяснить. Игра изменилась для меня. Я не думал, что настолько большая тут разница. Ну, как бы думал, ну, в графике чуть-чуть. Но в физике тут. Прям... Вы бы слышали сейчас, что у меня в микрофоне творится. Такое ощущение, что со мной играет... Я даже не знаю, кто это. Араб, что ли, наверное. Да, ё-моё. Не давать подавать. Потому что подача это... Это зло для меня. Так. Ну, побеги, Джонсон. Да ё-моё. Вообще просто не дали шанса мне. Ладно. Сейчас забьём. Шейлон. Далее. Чёрт. Там можно было пройти. Но нет. Наверное, кто со мной играет. Если русский какой-то. У него есть микрофон. Ну, он, наверное, ненавидит меня. Потому что... Это же слышно. Как микрофон кто-то говорит постоянно. Дембеле. Вот почему он сразу не отдал? Я же нажал. Короче, получилось как... Нажал. Пас. Сразу. Ну, отдать. Ладно! Ух ты, Чемберленд. Не знаю, как он его продавил. Но тем временем... 3-1. 3-1. Да. Смотрите. Как он его... А, подкат сделал. Или что это? Пытался выбить. И в итоге ему прилетело. Парню должно быть обидно. На самом деле, не наиграл на 3-1. Это уж точно. Ха, лонгшот. Ща бы он мне прилетел бы. Я порадовался тут. Не наиграл. Еще 69-я минута только. Тут можно наиграть вообще сейчас на что угодно. Так, гипс. Начнем атаку слева. Дембеле проводит, на самом деле, плохой матч сегодня. Дебеши. Круль. Да. Не знаю, как-то ну вот по-другому здесь все стало. Пиздец. Вот кому ты сейчас сделал передачу? Ну вот просто нет слов. Вы что, прикалываете что ли надо мной, ребят? Дембеле, да не успеешь ты никогда за таким ничем. Заря только бежал. Ну, я думаю, Шейлонг... Нет, не успевает такое херню замыкнуть. Главное, видите, быстренько его поджать, чтобы он не успевал. Хорошо, Джонсон сейчас сыграл. Опа! Здесь кто-то упал, побежали. Ну, 4. 4-1. Ну, как вам сказать? Все-таки тактика 4-3-3, она здесь решает. У меня до этого такие прям не проходили. То есть я им сказал на фланге, вы посмотрите, Чембернер пробежал. Вот, вот пустые ворота. И то еле-еле забил. Я не знаю, потому что я управляю херово. Но бегают они сейчас стали хуже. То есть менее управляемы, чем раньше. Хорошо сыграл. Блядь, в голову нет, 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 нет. Остановил. Ну, это не видите, на обработку стали тратить время. Ну, в принципе, как и в реальной жизни. А в прошке наоборот, 16-го. Вот, вы помните, я включал, и там уже... Там все убыстрили. Как он так ему так спокойно дал мяч? Лолана пытался вверх выдать. Падает, похоже, потянул мышцу. Так, сейчас главное быстро контр-атаку не... Наоборот, убежать. Видите, кучу рикошетов. Уже пошли разрывы, на самом деле. Гипс плох. Под себя будет. Мы знаем эту тему. Пиздец, просто... Ну, знал, что он так пробежит. Но у меня получилось, обрезался единственный бегающий защитник. Гипс. И в итоге у меня остался Влар и страхующий его дебюши. Влар просто физически не успеет туда прибежать. Что же теперь делать? Будем не радоваться этому полу. Ну, 4-2. Че тут еще? Блядь, вот... Что у меня с передачей? Смотрите, даже вот здесь вот... Ужасно стало какой-то вот с передачей. Либо это в этой команде. Бэй, куда ты побежал? Ну, бег даже не нажимал. Ай, блин. Опять он сюда полез. Он знает, что если гипса, в принципе, перекинуть, то там остается Влар. А он, ну, достаточно медленный защитник. Но зато мы знаем, что у тебя тоже, как бы, на фланге курят парни. Шу-ху-ху-ху-ху. Неплохо разыграли. Ну, видите, опять же, я на красоту сейчас бил. Блин, я уже вышел на мяч и его умудрился прокекать. Выиграли 4-2. Я считаю, в принципе, неплохо отыграли. Наконец-то мы стали забивать. Вот была проблема в эфи, это с забиванием. Я понял, в принципе, свои ошибки учел. Здесь такие схемы необычные, как в FIFA, ну, в Xbox 360, немного не используются. То есть здесь нужно новое искать. То есть я сейчас пока привыкаю к FIFA 15 и Xbox One, а потом сразу же выйдет 16, которая будет, скорее всего, тоже другой. Ну, ладно, я думаю, в принципе, на этом закончить первый выпуск на Xbox One. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал и смотрите футбол, любите футбол.